Памятники Валерию Грушину и Константину Головкину. Арт-объекты Тёма и Жучка и Самарский Баян. До 2022 года в Самарской области могут установить 15 скульптурных композиций. Эти и другие вопросы стали предметом бурного обсуждения рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив. Губернатор Дмитрий Азаров предложил поддержать установку памятников по проекту содействия. Мы можем их посмотреть предварительно. Если здесь на рабочей группе мы их поддержим, то, наверное, инициативной группе мы можем посоветовать с точки зрения дополнительного софинансирования через этот проект отработать. Уже в 2020 году в Южном городе может появиться памятник семье, который хотят разместить в прогулочной зоне микрорайона. Участники совещания от идеи не отказались, но предложили авторам доработать концепцию. А депутат Госдумы Александр Хинштейн поддержал другую инициативу. Увековечить в Южном городе героев Тимуровского движения. Таких памятников в стране нет. Тимуровское движение, повторяю, вновь зародилось именно в Куйбышевской области. И учитывая перспективы, которые были озвучены в последнее время, есть все шансы того, что Южный город найдет состав Куйбышевского района, где, собственно, съемки этого фильма и происходили. Еще одно интересное предложение – памятник семье Аксаковых, идею установки которого обсуждают на протяжении 10 лет. В настоящий момент готов эскиз, найдены средства для установки. Его планируют разместить в границах улиц Красноармейской и Фрунзе, в сквере Аксакова. Не менее жаркое обсуждение вызвало тема аллеи маршалов, которую хотят создать в год памяти и славы. На ней должны установить бюсты шести выдающихся маршалов Советского Союза. Одно из мест для размещения, которое предложили участники заседания – площадь славы. Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов, События. Аксаковы. 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 Продолжение следует...